Еще видео по горячим следам ответа на ваши вопросы, сколько стоит жизнь в Испании для одного человека осенью, зимой в 2020 году, вот самый-самый свежак, вот прямо сейчас. Значит, итак, вы материализовались в Испании и у вас сходу же появляются основные траты. Это жилье, это еда, это страховка и здоровье, это мобильный интернет и телефон, домашний интернет и транспорт. Все, сейчас я вам расскажу, что у нас почем. Значит, жилье, аренда комнаты, плюс-минус ориентируемся с коммунальными, 200-230 евро без отопления. И с центральным отоплением может быть там 250-270, что-то в таком плане. Можно найти комнату и за 200 евро, но это будет, может быть, какой-то такой стрёмный райончик, в общем, что-то такое. Я, живя в хорошем, нормальном районе, с удобной развязкой, то есть мне удобно прокатиться до моря, мне нормально в этом районе. Я плачу 230 евро. Можно плюс-минус вниз, все это варьируется, ориентируйтесь. Далее, здесь такая распространена тема, как залог, задаток или фианса. То есть вы платите сразу же арендодателю, лендлорду, две цены. А потом, когда вы съезжаете, он вам вторую цену возвращает, если вы там не испортили ничего, не сломали, все с ним хорошо рассчитались. Я такого не делаю, потому что мы с Надей и Нагой, да приезжай, живи, типа вот 230 евро. Причем разговор был такой, 200 евро комната и 20-ка коммунальный. Но там что-то за интернет еще прислюнявилось десяточка. В общем, 230 евро. Все, я никаких задатков, ничего не платил. Я вот месяц прошел, 17-го числа, 17-го числа расчет. Все. Далее. Мобильная связь. Мобильная связь. У меня был, у меня есть румынский пакет за 15 евро. По всей Европе там 7,5 гигабайт. И звонки по всей Европе 2000 минут. То есть тоже без лимит считаем. Но для открытия счета в банке и для страховки здесь нужен испанский номер. Поэтому я себе купил Ёлка Мобайл. Это виртуальный оператор на базе сети Vodafone. Я за него плачу 11 евро в месяц. Это без лимит по Испании. И 12 гигабайт трафика в месяц. Плюс там еще подарок. И плюс они переносятся. Короче, вот сейчас у меня за 3 месяца скопилось уже 48 гиг. Расход у меня мобильного трафика в месяц где-то 6 гигабайт. Что-то такое. Или 3, или 6. Я не помню, я не полезу сейчас смотреть. То есть хватает вообще, прямо вообще вот так вот мне. Далее. То есть вы уже прикидываете, да, 230 и десяточка, 240. Открыть счет в банке. Тут сразу куча помогателей. Но открыть счет в банке можно бесплатно. Далее. Страховка. Здесь есть бесплатная страховка, которая там можно в Валенсии получить ее. Но бесплатная медицина здесь, как в Канаде. То есть можно очереди к доктору ждать 2 месяца, 3 месяца. Понятно, что если что-то экстренное, вам помогут. Но как бы такое все это здесь, как бы вот оно, я себе купил, я себе купил страховку полную, то есть без доплат за посещение, с полным покрытием. Через уже, сколько там мне осталось, через 4 или через 5 месяцев я смогу делать любые операции, полностью все. То есть я себе купил страховку, которую покупают испанцы, которые, скажем так, могут себе позволить это. То есть качественную классную страховку от санитаз. Даже там и зубы немножко входят, я имею ввиду не эстетика, а вот подпилить, вырвать, ну то есть что-то экстренное вмешаться. Значит, это мне стоит 725 евро в год. То есть 60 евро в месяц. Никаких очередей, ничего. То есть я могу идти в любую клинику, с любым вопросом, меня не будут заставлять ждать, еще что-то. Вот так. То есть у меня душа спокойна, потому что я и на велике гоняю, ну и знаете, мало ли что, как бы со мной тут произойти может. А так у меня карточка с собой, еще приложуха в телефоне была. Но я там ее снес, еще на новый не переставил. Но пасанада, маньяна, это Испания. То есть уже 240 и 60, да? Три сотни. Еда. Значит, смотрите, по еде здесь, ну давайте от 70 и пошли вверх. То есть, скажем так, можно спокойно, я говорю, я сейчас не говорю про походы куда-то в кафешки, еще что-то. Можно спокойно зайти в магаз и купить себе на вечер что-то пожевать там на десятку. Хамон, сыр, оливки, маслины, что-то еще вкусненькое, бутылочка пива. Вот вам десятка улетит. А можно на эту же десятку набрать еды, которой будет хватать на неделю. То есть там макарон, 4 пачки чечевицы, упаковку туна, тунец и соевый соус, какие-то кубики вкусные. Все, и вы спокойно сможете готовить раз чечевицу, раз макароны, оливкового масла. Я вам купил, у меня литр уходит вообще. Скажем так, на 100 евро, на 100 евро, 25 евро в неделю, это вот вообще, ну просто. Правда, нужно сделать одно но. Алексей Юрьевич, он практикует езду вот по таким местам. Вот, по вот таким вот местам Алексей Юрьевич, он практикует езду. То есть апельсины я не покупаю, мандарины я не покупаю, бананы покупал пару раз. Ну, можно и без бананов, апельсинка тоже, то, что надо. Итого, у нас пока что вышло уже 400 евро. Это вот минимум тот, который вот вам нужно, чтобы находиться здесь. Далее, по передвижению. Значит, это не славный город, герой Бухарест. Вот, нифига, где вы взяли, купили там за, господи, я уже не помню сколько, 12 евро или 15 евро на неделю себе, фу, на неделю, на месяц себе проездной. И у вас весь город вам доступен вообще просто, да-да-да, анти-эндо, понятно. Батарейка садится, очки упали. Вот, здесь проезд в автобусе стоит евро, евро или евро 35, что-то такое. Проезд на метро также где-то плюс-минус. Можно купить карточку, пополнить ее, и там тогда проезд на метро в зоне по городу будет что-то в районе 70 центов. То есть, в принципе, если вы куда-то планируете ездить постоянно, вот как-то рассчитывайте еще на дорогу. Я этим не пользуюсь, я вообще общественным транспортом здесь воспользовался один раз. Я из аэропорта приехал прямо к дому на метро за 4,65. То есть, 5 евро, грубо говоря, 4,65 мне обошлось приехать из аэропорта домой. Все, с тех пор больше я никаким транспортом не пользовался. То есть, я хожу пешком, потом я купил велик и все. Поэтому, учитывайте, что на это у вас статья расходов. Может быть, будет, может быть, нет. Если вы сможете нарулить себе велик, велик можно нарулить где-то 50-60 евро, 70 евро. Вот в таком плане что-то 30-40 можно поискать у кого-то где-то что-то. Но вроде бы все. То есть, я не говорю вам про покупку одежды, про покупку каких-то принадлежностей, еще чего-то, какого-то барахла. Мы сейчас говорим о том минимуме, который вам нужен для того, чтобы находиться в Испании. Кстати, еще давайте-ка мы в эту сотню вкинем мыло, вкинем зубную пасту и вкинем за 3,75 трехлитровую бутылку жидкого мыла, которую я за три месяца израсходовал, наверное, процентов на 50. Хотя я стираю нормально. Получается что-то в районе 400. Вот так вот. То есть, рассчитывайте, чтобы у вас эти ресурсы были. Я думаю, что я ответил. А дальше, если вы знаете, что вы тусовщик там, или вы курите, или вы любите выпить, или вам надо ходить в спортзал, или что-то еще. То есть, вы дальше докидываете на это уже свои расходы. Вопросы, если какие-то еще будут вообще, можете мне писать. Я вам буду рассказывать про них. Поставьте лайк, подпишитесь и напишите хоть какой-то комментарий. Я уже буду, как все вот эти вот говноблогеры, потому что, ну, они реально продвигают видео, эти комментарии. И вообще, хотите, вам покажу. Вот так вот идете. Типа, вы тут смотрите, да? Вот так вот идете. Типа, вы смотрите тут. Ага, это вот рута через парк. Вот она. Идете так, типа, с таким видом. Оп-оп-оп. Поднялись. А здесь вот такое вот. О! Вот он уже почти и готов. А вот там вот, кстати, аэропорт. Прямо вот здесь вот. Вот так вот, Алексей Юрьевич, покорный ваш, получает витаминчики. Но только один. Только один. Много брать нельзя. В караарманы брать нельзя. И вообще, уважайте чужой труд. Один можно. Потом еще один. Еще один. Но главное один. Это же все дра меня. Все, друзья, подписка, лайк. Ух ты, какое, а? Ты посмотри-ка. Сейчас будем есть.